Семёна Ульяновича Ремезова По следующим вершинам от горы Защита, 1808 метров водораздел, с севера на юг опускается на плату лениводов, затем поднимается на гору Регули, 1711 метров, далее водораздел поворачивает на запад и проходит по вершинам Граничной, 1671 метр и Уральского Следопыта, 1551 метр. От последней опускается в южном направлении на перевал между реками Вангыр и Парнук. Таким образом, гора расположена примерно в двух километрах севернее ближайшей точки водораздела, гора Граничная. Высотная отметка горы Ремезова 1729,4 метра. Гора имеет три гребня. Северный гребень наиболее длинный, расположен между верховьями рек Ломесьвош и Моренный. Западный гребень образует кар с озером в истоках реки Моренный, а южный короткий гребень опускается к перевалу между верховьями рек Павсеншор и Ломесьвош и затем поднимается горе Граничной. Гора отличается от соседних вершин своим оригинальным внешним видом. Она имеет две вершины. Между ними расположено значительное понижение, на котором находится массивное скальное возвышение. В 1979 году нам удалось пробраться до верхового озера, расположенного в истоках реки Павсеншор. Между ними ледниковый цирк, который тогда Валерий Ишляев иронически назвал железнодорожным тупиком. Справа крутосклонные гладкие плиты, ведущие на Парнукская плата. Там уже бывали ранее. Слева мощные скальные южные склоны горы Ремезова, между ними перевал. В ходе подготовки к тому путешествию, собрав имеющуюся на то время информацию, мы выяснили, что никто из туристов еще не проходил этот перевал. Мы прошли его первыми. Сначала вверх по ручью, впадающему в верховое озеро на реке Павсеншор. Далее по каменистой осыпи и крутому до 50 градусов изогнутому снежнику, лежащему в узком кулуаре. А затем вверх до перевальной точки по осыпям и легким скалам. Непосредственно сама перевальная точка представляет собой неглубокую щель в скальном гребне, идущем от горы Граничной на север к горе Ремезова. Спуск в долину реки Лемезвош сначала по короткой осыпи, а далее по длинному снежнику, который заканчивается ручьем, прыгающим водопадиками по нескольким плитам. На перевале тур не обнаружен. Следовательно, мы преодолели перевал первопрохождением. По таблице номеров приполярных перевалов, составленным Анатолием Шумковым, пройденный впервые перевал имеет и поныне номер 89. Сложили из камней тур, оставили записку. На правах первопроходцев предложили назвать этот перевал снежный. По длиннющему снежнику, лежащему в верховьях реки Лемезвош. Прошли годы, ныне этот перевал считается модным среди туристов. Он сохраняет исходный номер 89, а вот с названием полный беспредел. Его именуют то Аленка, то Новый, то Встреча. На правах древнего туриста совет нынешней туристской плеяди следующий. Если поднялся на перевал, а на нем тур отсутствует, тогда сложи каменный тур. В такой ситуации не спеши давать название перевалу. Сначала сделай проверку по существующим данным. Например, по списку перевалов при Паярье, составленному Данько и Ремкиным. Если на перевале обнаружили тур, то даже при отсутствии записки в туре не пытайтесь дать свое название перевалу. Кто-то уже побывал здесь, и у тебя нет морального права присваивать название перевалу. Ты не первый сюда поднялся. Дополнительно отмечу, что практически все значимые перевалы в районе высших приполярных вершин уже пройдены и имеют свои названия. Впрочем, известен один перевал в часто посещаемом туристом районе, на который еще не ступала нога человека. И еще одно предложение. В списках перевалов следует включить графу с информацией о первопроходцах конкретного перевала. С названием гора Ремезово ситуация весьма непростая. В конце 50-х годов 20 века, когда начинали в туристическом плане методически осваивать приполярный Урал, обратили внимание на необычный вид горы с отметкой 1729, две вершины которого с понижением между ними. Моисей Аксельрот тогда назвал гора Испанка. Действительно, аблис вершины напоминал Испанку-шапочку на головах детей, привезенных из Испании, когда там диктатор Франко развязал военные действия. Анатолий Шумков со школьниками из города Карпинска водрузил на гору памятную плиту в тексте, на которой гора называлась Уральского комсомола. Такая памятная плита лежит на южной макушке горы и в настоящее время. Однако название это не было утверждено в законном порядке. Отдавая дань памяти Семену Ульяновичу Ремезову, в лихие 90-е годы Свердловский отдел Русского географического общества ходатайствовал о присвоении горы с высотной отметкой 1729,4 метра, расположенной на приполярном Урале имени Семена Ульяновича Ремезова. Решением Межведомственной комиссии по географическим названиям горы 1729,4 метра было присвоено название Гора Ремезова. Что касается памятной плиты Уральских комсомол, то есть мнение, пусть она там находится и далее, рассказывая об этапе истории этой горы. Далее несколько слов о Семене Ульяновиче Ремезове. Семен Ульянович Ремезов, зодчий, картограф, художник, летописец, жил на стыке 17-18 веков. Родился он в 1642 году в Тобольске, в 1682 году был поверстан в Дети Боярские и служил на государевой службе. Выполнял различные поручения, возил хлебные припасы, собирал подать из крестьян, производил описные земляные работы, бывал в объездах немирных землиц. Выполнял он и картографические работы, составлял описи и сметы Тобольских Уральских острогов и слобод, а также планы многих городов. Кроме того, он составил ряд чертежей, карт различных районов Урала и Сибири. Семен Ульянович Ремезов изготовил три уникальных географических атласа. Первый из них – чертежная книга Сибири. В этом атласе находятся 25 карт, на одной из них – чертеж Тобольского города. В виде большой дуги показана горная цепь Уральского хребта от истоков Печоры до верховьев Тобола и Яйка, современная река Урал. На этой карте в верховьях рек Теча и Мьяс имеется надпись «Камен Урал». Этим подтверждается тот факт, что уже в конце 17 века гора Урал была известна русским людям. На другой карте чертеж земли Верхотурского города показан уральский хребет от верховьев реки Лозевы на севере до истоков реки Пышмы на юге. На этой карте указан ряд уральских вершин камней – Павдинский, Виловинский, Косвинский, Тылайский, Остлянский. И еще на одной карте чертеж земли Березовского города имеется надпись «Волоковка, круси, ход через камень Собью». В другом его географическом атласе служебной чертежной книги имеется карта, изящная вновь начертание Граду Кунгуру и всему Кунгурскому уезду, составленная в 1703 году. На этом чертеже впервые показаны камни бойцы на реке Чусье. Волчья гора, Молоков, Три брата, Отметыш, Разбойник, ну и другие. В третьем его совершенно уникальный атлас – хорографическая служебная книга. В этом атласе представлены чертежи ряда уральских рек. Мьяс на четырех листах, Синара на одном листе, Ницца на двух листах и Сеть на восьми листах, Пышма на девяти, Тура на восьми листах, Тавда на восьми листах. На таких чертежах многократно фигурирует топоним «Камен Урал». В верховьях рек – Тосьмы, Синары, Течи, Миясы, Яйка, Табола. По подсчетам Гальденберга, Семен Ульянович Ремезов стал автором около 160 чертежей и планов, а также изготовил 22 крупногабаритных чертежа на холсте. Он составил оригинальную историю сибирскую летопись, в которую ввел материалы, не встречавшиеся в официальных летописях. Практически все его работы, имевшие изначально главным образом справочно-служебное назначение, с веками заслуженно приобрели славу выдающихся исторических и духовных памятников русской науки и культуры мирового масштаба. Как признание больших заслуг Семена Ульяновича Ремезова, его фамилия внесена в хронологические таблицы важнейших работ по картографии всех стран и народов мира. Ранее в журнале «Уральский следопыт» была опубликована информация об Иване Леонтьеве, сыне Ремезова, внуке Семена Юльяновича Ремезова, который в 30-е годы 18 века как рекрут обосновался в Каменском заводе. Его потомки зафиксированы в 18-м и даже начале 20-го века. Думается, что ныне в городе Каменске-Уральском проживают потомки знаменитого табольского картографа Семена Ульяновича Ремезова. Настала пора разыскать современных фамильных ремезовцев в старинном городе Каменске-Уральском. В завершение отмечу, что лепенисты освоили маршруты восхождения на горы Ремезова. Так, например, маршрут по центральному кулуару южной вершины горы был оценен ими как четвертой «Б» категории сложности.